Продолжение следует... Отметим, что Синтера сейчас предоставляет средства, во-первых, для разработки высоковаруниевого описания. Вы можете ввести HDR-проект как в виде кода, так вы можете ввести его схемотехнически. Об этом мы чуть подробнее поговорим. Также мы предоставляем средства для логической верификации проекта. Об этом мы тоже подробнее поговорим. Это вообще очень сложный процесс. И мы частично сейчас предоставляем средства для синтеза схемы. У нас работает поддержка синтеза через IOSIS. Это опенсорсное решение, но в будущее мы все-таки планируем добавить собственный функционал для синтеза схем. Что касается логической верификации, это процесс, как я сказал, уже достаточно сложный. Он вообще с точки зрения работы SAPRO делится на два больших этапа. Первый этап – это компиляция проекта. Его также называют трансляцией или сборкой, как кому удобнее. После чего осуществляется моделирование. Естественно, моделирование выполняется только в случае успешной сборки проекта. Это вполне логично. Если мы проект не соберем, то мы просто не знаем, что мы должны моделировать. При этом сама компиляция делится на шесть больших процессов. Эти процессы вы можете вычислить в любом учебнике по компиляторам. То есть эта терминология достаточно жесткая. Первые три этапа компиляции – это лексический, синтаксический и семантический анализ. Это выявление ошибок в коде проекта, то есть ошибок разработчика. И ошибки из-за этого классифицируются как лексические, синтаксические и семантические. Немножко фатологии получается. После семантического анализа мы получаем внутреннее представление проекта в системе. После чего создается код. Три последних этапа компиляции вообще объединяются часто в этап, который мы называем код-генерацией. Код, который вы написали на HDL-языке, будь то VHDL или System Verilog, преобразуется в код на C-Sharp, который в дальнейшем подвергается моделированию в системе. Но это теория. Мы поговорим теперь о том, как это все выглядит в Симтере с точки зрения архитектуры. В свое время у нас был сделан упор на поддержку языка VHDL. Это работает так, что мы получаем входные данные в виде HDL-кода, затем он разбивается на лексемы. Это лексический анализ. Мы получаем список объектов, которые подвергаются синтаксическому разбору, после чего строятся семантические графы и осуществляется код-генерация. Этот функционал был хорошо реализован, он хорошо работает. И также стояла задача поддержки верилога, поскольку все-таки VHDL не единственный язык, не единственный популярный язык, описание аппаратуры. И изначально мы поддержали VHDL-код так, что проект разбирался на лексемы, подвергался синтаксическому разбору, после чего конструкции верилога приводились к VHDL. И осуществлялась непосредственно код-генерация полученных объектов. Это имело как плюсы, так и минусы. Во-первых, самый главный плюс – это то, что мы можем использовать успешно работающий уже функционал для VHDL, уже отлаженный. Но при этом были минусы. Главный минус был в том, что не учитывались семантические особенности верилога, не могли учитываться все семантические особенности из-за приведения. И плюс ко всему, одни типы данных других приводились достаточно сложно. Из-за этого верилог был поддержан достаточно урезанно и возникала задача, как нам осуществить полную поддержку верилога. Для этого мы переработали архитектуру Синтеры. Теперь и для VHDL, и для верилога реализованы модули лексического анализа, синтаксического разбора, построения семантического графа и после чего осуществляется код-генерация. При этом отмечу, что вы также в Синтере можете вести мультиязычные проекты, то есть вы создадите проект для моделирования, создадите в нем файл. Один напишите на VHDL, другой файл напишите, например, на верилоге, и все это будет успешно моделироваться. Плюс такой архитектуры в том, что мы теперь можем учитывать семантические особенности каждого языка, и VHDL, и верилога. И плюс ко всему, мы можем использовать полный функционал всех конструкций, которые доступны в верилоге. То есть, например, блоки ForkJoin, это таски, функции и так далее. Естественно, при внедрении такой архитектуры появились, конечно, минусы. Главный минус в том, что нам пришлось переработать некоторые функции код-генерации и семантического анализа для того, чтобы осуществить расширение до верилога. И также один минус, это так называемое регрессионное тестирование. Это заключалось в том, что, чтобы построить что-то новое, нам пришлось немножко поломать старое. И получился небольшой регресс, который мы в дальнейшем превратили в прогресс. Какие сейчас задачи у нас стоят по изменению функционала Синтеры? Как я уже говорил, у нас есть полная поддержка VHDL. Сейчас перед нами стоит наиболее приоритетная задача. Это внедрение полной поддержки языков в верилог. Это стандарт 2005 года. Также поддержка систем верилога. Мы пока что стараемся поддержать полностью в 2005 год. И поддержка верилог АМС в последней версии. Это версия 2.4.0, вышедшая в 2014 году. Но более новых версий мы просто не наблюдаем. Что сейчас сделано? Мы добавили функционал для лексического и синтаксического анализа проектов на указанных языках. Сейчас ведем активную работу над модулем семантического анализа. Уже реализованы некоторые семантические проверки. И также реализуем модуль код-генерации для данных языков. И также мы дополнительно закладываем функционал в архитектуру системы для дальнейшего синтеза HDL-проектов в базе библиотечных компонентов PRIS. Поговорим немножко о процессах, которые выполняются при компиляции. Первый процесс – это лексический анализ. Что он из себя представляет? Это разбиение исходного кода проекта на значащие последовательности символов, которые называются словами или лексеуми. Лексеуми могут выступать как идентификаторы, ключевые слова, скобки, открывающие и закрывающие точки запятой и так далее. То есть все значащие какие-то символы, которые имеют значение в алфавите языка описания аппаратуры. При этом на лексическом анализе мы выявляем ошибки, которые называются лексическими. Они выявляются крайне редко, но бывают. Они связаны с неправильным использованием алфавитов языка. То есть, как, например, показано на примере, если вы напишите какую-нибудь кракозябру в коде, которую никак нельзя распознать, или же используете русский символ в названии какого-нибудь порта, место… Ну, вы знаете, что можно русские символы использовать только в комментариях и в строках-литералах. Это строки, которые заключаются в двойной кавычке. В общем, если вы будете использовать русский символ там, где не нужно, компилятор вам скажет, что вы не правы, пожалуйста, исправьтесь. При этом при выделении лексия мы обязательно сохраняем их позицию в коде проекта. Это, в первую очередь, строка и позиция в строке. Для чего это нужно? Это нужно, в первую очередь, для удобства последующей отвладки кода разработчикам, если найдены ошибки. То есть, если мы находим ошибки, мы выводим список ошибок, после чего вы можете дважды крикнуть по тексту ошибки, и систему автоматически отмапит к тому месту, где была найдена ошибка. То есть, достаточно удобно. И в итоге лексического анализа, у нас исходный код проекта преобразуется в порядочную последовательность LXM, то есть мы сохраняем порядок следования символов, и после этого осуществляется следующий процесс компиляции, который называется синтактическим анализом. На данном этапе полученный список LXM сопоставляется с грамматикой языка, который мы предварительно уже закладываем в систему. На основе сопоставления такого строится внутреннее представление проекта, которое называется абстрактным синтактическим деревом. Оно отражает полностью грамматическую структуру разработанного проекта, будь то модули, порты, initial блоки, always блоки и так далее. Отметим также, что парсер мы зарабатываем с помощью средства INTLR4. Очень удобное средство, об этом немножко подробнее поговорим. И в ходе синтактического анализа мы выявляем синтактические ошибки. Они связаны с тем, что вы можете не поставить точку запятой, например, в конце конструкции. Самая ходовая ошибка. Неправильно использовать скобки. Круглые, квадратные, фигурные, в том числе как и закрывающие, и открывающие. Также вы можете, например, воткнуть ключевое слово модуль внутри модуля. То есть внутри модуля объявляете модуль, что само по себе неправильно. Еще один пример ошибки. Но тут, когда вы пишете код, у вас несколько одинаковых конструкций. Глаз замыливается, и вдруг вы вместо двоеточия поставили не тот символ. Это тоже ошибка уже синтактиз. При разработке синтактического анализатора мы столкнулись с некоторыми проблемами. И самой главной, наверное, проблемой у нас все-таки была проблема взаимной левой рекурсии. Объясню, что это такое. Дело в том, что если вы откроете любой учебник вообще по компиляторам, вы увидите, что там в черном по белому написано леворекурсивная грамматика языка – это плохо. К сожалению, во всех спецификациях стандартов, в том числе и VHDL, и Verilogia, грамматика описывается леворекурсивно. Хотя INTLR4, на котором мы пишем парсер, он способен работать с леворекурсивными грамматиками, однако он не поддерживает взаимную леворекурсию. На примере двух конструкций expression и inside expression, их синтаксис на слайде переведем, я объясню, что это такое. Мы можем видеть, что в одной из альтернатив ссылается на inside expression, это первая ссылка. И плюс ко всему inside expression имеет первую ссылку и ссылку на expression. Получается закольцованность, из которой иногда парсер может не выйти. Есть два способа, которым можно разорвать эту закольцованность. Первый способ – это урезание синтаксиса. Но, естественно, мы в этом не заинтересованы. Мы заинтересованы в том, чтобы пользователи могли полностью использовать весь доступный функционал для верилога. Поэтому мы перебегли к второму способу, и он достаточно простой. Проблема здесь решается путем перестановки или объединения конструкций с сохранением исходной компоновки, исходного синтаксиса языка. То есть, если мы сопоставим, например, с предыдущим слайдом, здесь мы копируем синтаксис inside expression и вставляем его в нужное место в expression. Таким образом, знаменитая левая рекурсия решена, однако все-таки остается левая рекурсия. Как я уже подчеркнул, парсер наш может работать с левой рекурсией, однако мы все-таки заинтересованы в том, чтобы в будущем окончательно от нее избавиться. И мы ожидаем, что после такого избавления мы получим сокращение времени, которое необходимо на синтаксический анализ, и, соответственно, увеличение быстродействия системы. Как я уже говорил, при синтаксическом анализе у нас строится внутреннее представление, которое называется синтаксическим деревом разбора. Здесь показан пример такого внутреннего представления для маленького проекта, всего лишь восьмистрочного. Понятное дело, что для больших проектов дерево будет совсем огромное. И здесь можно увидеть, мы обозначили на рисунке уровни, как разбираются выражения. Мы учитываем, естественно, приятет операций и спускаемся постепенно от, например, множителей, как у нас есть в случае с умножением, до конкретных уже значений операндов, будь то это идентификатор или какие-то конкретные числа. Еще одна особенность языка System Verilog, с которой мы столкнулись, это возможность использования прекопирационных директив, ну это директивы include, define, def, и так далее. И дело в том, что использование таких директив, оно увеличивает все-таки количество процессорного времени для лексического и синтаксического разбора. Чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что мы были вынуждены ввести новый уровень разбора, дополнительный уровень разбора, на котором мы выполняем несколько действий. Во-первых, мы выделяем текст-директив из кода проекта. Выделять текст достаточно просто, потому что все директивы начинаются с определенного символа. Далее мы проводим подробный разбор выделенных директив. В случае с define мы вычленяем оттуда имя и значения, на которые мы должны подставить. И в конечном итоге мы осуществляем подготовку входных данных. Входные данные – это, естественно, исходный код. Осуществляем их подготовку к следующему уровню разбора. И в результате, как с этими define проект, который выглядит, как показано слева на слайде, он парсером уже будет читаться так, как показано справа. Чтобы, конечно, не быть голословленным насчет того, что мы тратим больше процессорного времени, мы провели небольшой эксперимент. В рамках тестирования мы осуществили сборку данных двух проектов, при этом осуществили замер времени, и сборку мы осуществили не один раз, а раз сто. Естественно, мы свели результаты в диаграмму, и, как мы видим, есть некоторая закономерность. Без использования директив проект собирается быстрее, чем проект с использованием директив define и ссылок на define. И среднее время, ну, в данном случае, это где-то, может, на 30% быстрее разбирается проект без директив. Однако мы заметим, что время сборки проекта зависит не только от факта того, что мы используем копирационные директивы в коде, и не только от количества таких директив и ссылок на них, но и, конечно же, от общего объема кода. Это мы чуть позже подчеркнем отдельно. Немножко похвастаемся результатами работы. Мы полностью реализовали сейчас лексический анализ и синтаксический анализ для верилога, систем верилога и верилог АМС. Здесь показан общий прогресс по тестам. Дело в том, что у нас есть автоматическая система тестирования, которая при каждом пролите изменений в систему запускает тестирование и выявляет, насколько хорошо она работает. Она работает с базой проектов. У нас с базой проектов насчитывает более 12 тысяч проектов. Из них более 8 тысяч – это проекты на верилоге, систем верилоги и верилог АМС. В начале работы у нас покрытие было достаточно маленькое, где-то 14%, но это было связано с тем, что у нас функционал для верилога был урезан, мы только начинали работу. Мы получили сначала небольшой регресс, потому что начали переписывать функционал. При этом можно заметить, что были такие резкие выбросы у нас по прогрессу. С чем это было связано? Первый выброс связан с тем, что мы добавили полный функционал, который вы можете использовать при объявлении модулей, при описании модулей. Затем еще один выброс – это добавление поддержки классов и пакетов. В дальнейшем вот этот небольшой прогресс – это внедрение верилога АМС. И последний такой значительный выброс – это добавление возможностей разбора всех возможных выражений унарных, бинарных, тернарных, выражений в скобках и так далее. В итоге также мы, конечно, добавили и разборки функциональных директив, как я уже сказал. Теперь у нас общий прогресс по тестам составляет 95%. То есть у нас движок обрабатывает успешно 95% тестов, которые содержатся в базе. Возникает, конечно, вопрос, почему не обрабатываются остальные. Но тут дело в том, что в базе содержатся также проекты, которые используют фичи из более новых версий систем верилога. В частности, с 2017 года. Конечно же, мы в будущем поддержим все новые возможности верилога. Но пока что мы считаем, что мы достигли очень хорошего результата при разработке. Еще один небольшой график – это зависимость времени разбора проекта от его размера, от количества алексем. Здесь каждая точка на диаграмме – это конкретный файл с HDL-кодом. Если мы немножко приблизим, мы заметим, что зависимость в основном линейная, то есть с увеличением количества алексем увеличивается время. Однако есть некоторые выбросы. Во-первых, выбросы некоторые связаны с тем, что как раз иногда нежелательная левая рекурсия, то есть чуть-чуть замедляется быстродействие, но это не критично. Плюс ко всему можно заметить, что есть у нас точки, которые прямо лежат на оси Абсцис. То есть количество алексем минимальное, а время разбора большое. С чем это связано? Дело в том, что это как раз файлы, в которых объявлены только компиляционные директивы. То есть вы в проекте можете завести файл, в котором будут только дефайны, затем вы этот файл заинклюдите в другом файле, и в другом файле будет использоваться как раз эти дефайны. То есть это как раз файлы, в которых используется чисто дефайн. То есть фактически алексем в нем нет. В таких файлах нет. Еще некоторые такие строчечки – это как раз файлы, в которых заинклюдены другие файлы, и они ожидают, пока подгрузятся другие файлы, пока берутся другие файлы, чтобы осуществить окончание сборки. Немножечко расширим тему доклада. Я в теме доклада заявлял про лексический и синтетический анализ. Они у нас полностью реализованы. Следующий логический этап – это семантический анализ. Что он из себя представляет? Это формирование семантического графа, в котором отражаются связи между узлами системы, формируются смысловые какие-то единицы. Здесь узлами выступают модули, классы, пакеты, различные выражения, операторы и так далее. То есть условные операторы if-then-else, case и так далее. Все узлы отображаются уже в семантическом графе. При этом мы также выявляем семантические ошибки. Здесь на слайде показано, первый тип ошибки – это когда вы объявляете несколько раз порт с одним и тем же именем, то есть компилятор это не поддерживает. Вторая ошибка – вы пытаетесь импортировать пакет, который также не был объявлен. Вообще, какие задачи стоят перед нами при реализации семантического анализа? В первую очередь, как я уже сказал, это формирование семантического графа, отношение между семантическими узлами. Кроме того, как я опять уже сказал, это проверка исходного кода на наличие семантических ошибок. Понятное дело, что семантический ошибок может быть в море, не только те, какие я упомянул. Например, если вы используете переменную, которая не была объявлена, то это тоже ошибка семантики, о которой мы должны также сообщить разработчику. Кроме того, мы готовим объекты для последующего моделирования и проверяем код на синтезируемость. То есть известно, что у верилога есть два помножителя конструкции. Одно называется синтезируемым, другое называется несинтезируемым. Если вы в коде используете несинтезируемые конструкции, то понятное дело, что код мы синтезировать не сможем. Ну и кроме того, мы формируем связи между узлами семантического графа и также стараемся сейчас определить возможности для ускорения моделирования путем распараллеливания независимых частей кода. Тут немножечко как раз такой пример кода нашей реализации. Для каждой конструкции мы создаем отдельный класс. То есть это, например, класс для конструкции Always. Класс объявляется partial. Это нужно для того, чтобы осуществлять в дальнейшем уже моделирование проекта. Также объявляются scope. Это области видимости, которые нужны для отслеживания того, используются ли правильно переменные. То есть используются ли именно объявленные переменные, не объявляются ли заново какие-то переменные и так далее. Мы реализуем также функции для проверки семантики, например, checkItemIsExist. Это как раз проверка того, используются ли выражения, которые находятся внутри Always-блока, переменные, которые ранее не были объявлены. И также функция isSynthesizable. Это проверка конструкции на ее синтезированность. То есть если хоть одна функция вернет False, понятное дело, что код у нас синтезироваться в дальнейшем не может. Как я уже говорил, мы закладываем функционал для будущего синтеза. Немножечко поговорим про взаимодействие SimTera с другими модулями системы Delta Design. Как уже говорил коллега, Delta Design достаточно большой продукт с большим количеством модулей. И как взаимодействует SimTera мы можем увидеть. Например, SimTera взаимодействует с менеджером библиотек. С помощью менеджера библиотек вы можете создавать проекты, удалять их, изменять, делать с ними все, что вашей душе угодно. Кроме того, SimTera также взаимодействует с редактором схем. Как она взаимодействует? Дело в том, что вы можете вести разработку HDL проекта не только в виде кода, но и также схемотехнически нарисовать в редакторе схему, используя какие-то стандартные компоненты, после чего будет сгенерирован HDL код на основе нарисованной схемы и в дальнейшем система будет с этим кодом работать. И также у нас закладывается взаимодействие SimTera с модулем аналогового моделирования SimOne. Это как раз связано с тем, что мы сейчас внедряем поддержку языка в Verilog AMS, то есть нам потребуются уже возможности для смешанного аналогового цифрового моделирования. Также немножко про взаимодействие внутри SimTera. У нас разрабатывается сейчас текстовый редактор, в котором мы планируем внедрить, помимо подсветки синтаксиса, также и автодополнение. То есть текстовый редактор должен будет уметь определять ключевые слова и переменные, и также их дополнять в зависимости от контекста. В связи с этим редактор должен взаимодействовать с движком, как с лексером, так с парксером, так и с тематическим анализатором. При взаимодействии с лексером редактор должен получать список лексем, для того чтобы в дальнейшем можно было спрогнозировать, какое ключевое слово мы можем ввести, какую переменную пользователь может ввести. И при взаимодействии с компилятором, с тематическим анализатором, отслеживаются зависимости в текущем файле и также изменения в текущем файле. То есть если вы сделали сборку проекта, после чего вы осуществили какие-то косметические изменения в проекте, система не обязательно будет полностью пересобирать весь проект. То есть ему нужно будет пересобрать связи, которые были изменены разработчиком. Что достаточно удобно, время взаимодействия сокращается. Ну и вкратце, наверное, о том, что мы сделали. Как я уже говорил, у нас есть полная поддержка VHDL. У нас реализованы и лексеры, парсеры, полностью компилятор и симуляция для VHDL. Сейчас у нас полностью поддержан лексеры, парсеры для верилога, систем верилога, верилога МС. И мы уже где-то процентов на 10, наверное, реализовали полностью симматический анализатор. Для верилога, систем верилога. И что в будущем нам нужно сделать? Михаил, не переключайтесь. Это реализовать полную компиляцию проектов верилога МС, поддержку моделирования проектов на верилоге, систем верилоге и верилога МС. И также, как я уже сказал, поддержка IntelliSense, автодополнение в текстовом редакторе. Мы хотим сделать комфортную среду для разработчиков, чтобы можно было удобно программировать на языках обстановления аппаратуры. На этом у меня все. Я понимаю, что все детали разработки я не охвачу, нам просто не хватит времени. Спасибо за внимание. Вопросы в зале будут какие-то? Ой, сколько народу. Так, сейчас. Так, ребят, смотрите, у нас получается один микрофон чуть тише, второй чуть громче. В этот микрофон надо говорить погромче. Хорошо? Тук-тук. Так слышно? Да, да. Такое впечатление, что вообще звук не... Нет, подсюда и перебилет. Развязан. Терпом, развязан. Вот. Я так понимаю, что парсер – это аналог, вот в платных тулах используется верифик. Что в синтезированных, что в симуляторах, вот, и хотелось бы, если я не ошибаюсь, вот в моем представлении, используется верифик. Вот. И, соответственно, сравнение с верификом, вот, вашего парсера, и, соответственно, какое-то сравнение с бесплатными тулами симуляторов, например, с верилиатором или с Экарусом, вот, вашего симулятора? Да. Про верифику, да, это, по сути, не верифика, потому что это полностью самостоятельная разработка. Мы не брали, не покупали модули, то есть мы полностью самостоятельно с нуля разработали свой. Почему мы это делали? Потому что сейчас очень сильно стоит запрос на импортозамещение, в первую очередь, во вторую связанное с тем, то, что в любом случае нам нужно будет поддерживать свои модули, вот, и, соответственно, расширять функционал, вот. И сравнение сейчас мы делаем только по покрытию, вот, потому что именно сравнение по скорости – это следующий этап. Сейчас мы можем, конечно, сравнить парсер и компилятор, точнее, лексер и парсер, но нас в конечном итоге будет интересовать, как затем ведет и семантический разбор, вот. Соответственно, ну, как-то так. То есть по скорости мы пока не тестировали, пока мы тестируем по покрытию тестами. Тесты – это сейчас у нас OpenCores, вот, это Git, это Icarus Verilog, то есть это то, что они выложили те VHDL файлы, извиняюсь, какие-то, Verilog файлы, вот. И, соответственно, мы их взяли и, соответственно, добавили в себе в систему. Но это касательно Verilog. Поэтому вот. Здравствуйте. Романов Александр, Миям, не уже. А вот у меня вопрос. Зачем это вообще, зачем это все вообще делается? Вот обычно, наоборот, HDL модель, она самая точная. А вот вы, C-Sharp, для чего? Ну, наверное, чтобы быстро это сделать. Насколько точна сама модель? Насколько вам там тому, из чего вы синтезировали и так далее? Смотрите, для чего мы все-таки осуществляем это, в первую очередь, конечно, для верификации. То есть, да, HDL модель достаточно точная, но при этом все-таки нам нужно как-то отслеживать, соответствуют ли разработанные устройства к химическому заданию, правильно ли осуществляются процессы внутри устройства. То есть мы отслеживаем не только же входные сигналы и выходные, мы отслеживаем также сигналы, которые передаются внутри системы. Что касается C-Sharp, ну, это конкретно выбор компании. Мы стараемся, конечно, максимальную точность при код-генерации сохранить. И, естественно, мы сопоставляем с аналогами, например, с ModelSim, точность моделирования. Проблем пока что мы больших не видели в код-генерации именно на C-Sharp. Да, именно такие же формы. Ну, она получается у нас как раз событийная, мы отслеживаем изменение сигналов и так далее. Климентев Алексей. Возник вопрос, какая версия в HDL поддерживается и будет ли поддерживаться в HDL 2019 версия? У нас сейчас поддерживается HDL 2008 года и более ранее. На счет 2019 года пока что задача не стоит, но вообще мы всегда прислушаемся к пользователям, клиентам. Если запрос будет, мы, естественно, после того, как внедрим System Verilock и Verilock AMS, поддержим новую спецификацию в HDL. И второй вопрос, поддерживается ли язык PCL? Нет, у нас не поддерживается он. И сравнивалось ли по скорости, например, с тем же самым ModelSim и QuestSim? Да, да, мы, конечно, мы сравнивали с ModelSim, по-моему, у нас даже немножко быстрее получилось. У нас сейчас первая итерация была сделана в HDL, соответственно, тестирование некоторое было по HDL. Вот сейчас у нас проходил хакатон, конечно, там есть еще и по HDL некоторые ошибки, вот мы их тоже поправим. Но по HDL мы делали проект с MIPS, вот, то есть брали проект MIPS, зашивали в него прошивку, FXRTOS, это один из продуктов тоже, компания Remex, система реального времени, вот, и прогоняли. И, соответственно, на сайте у нас есть и примеры, и полученное время. Мы сравнивали с Aldec, вот, с ActiveHDL, и сравнивали с MentorGraphics, вот, и, соответственно, можете посмотреть, мы отставим Матальдика по скорости, вот, чуть превосходим Model C. Ну, это по ваш делю. Сейчас у нас нету в верилогии симуляции, потому что вот у нас только семантическое сейчас ядро, и мы, соответственно, готовим по этому графу кодогенерацию. То есть уже когда мы сделаем кодогенерацию, надеемся, уже к следующему нашему, к следующей конференции. Если будут результаты, надеемся на это, мы расскажем, сравним, поэтому как-то так. Ну, и последний вопрос. Возможно ли скомпилировать библиотеки того же самого Xilinx'а, либо Altera под ваш софт? Мы поддерживаем пока только Flexible Core, то есть именно то, что описано на разделе языках. То, что написано уже на Hardcore, мы не можем поддержать, к сожалению. То есть нужно будет договариваться непосредственно с вендорами. Сейчас у нас одно из направлений, конечно, касательно вендоров, то есть это не про корки, а касательно вендоров, это взаимодействие с нашими плесами, производственными этого ZPPS и Milander. Milander сейчас стараются выпустить свои плесы, у них там есть M3, по-моему, модификация. Соответственно, просто на уровне синтеза хотя бы, они дают нам свои уже библиотеки, то есть библиотечные компоненты. Это с точки зрения вообще поддержки вендоров. С точки зрения Hardcore у нас нет пока поддержки, не будет, пока не договоримся. Пока не договаривались, пока вот делаем вот эту работу. Шарап Анатолий, скажите про покрытие, вроде вы рассказывали, а что с покрытием? Покрытие, как я говорил, у нас есть база тестов, то есть мы отслеживаем успешно, правильно ли осуществляется анализ лексический, синтаксический, семантический и так далее. То есть мы на каждом этапе компиляции отслеживаем. Ну, как я сказал уже, у нас 95% покрытия сейчас на синтаксисе, на семантический. Не то, я имею в виду покрытие кода, меня интересует три. Покрытие строк, покрытие машин состояния, покрытие переходов. Мы работаем ПДО-254, именно это с нас требует. Мы сейчас резко ищем замену Model 7 и прочим американским компаниям, которые для нас наложили санкции. Вот вы для нас когда сможете сыграть с точки зрения покрытия тоже? С точки зрения покрытия, наверное, мы выпустим новую версию осенью, дельта дизайна вообще. И мы постараемся, конечно, по максимуму добавить новый функционал в Симтере, в том числе и по покрытию. Ну, то есть года через два где-нибудь. Ну, по сути, по-хорошему счету, да. Но если честно, потому что сейчас у нас, вот сейчас мы с такими еще штуками играемся, пока мы хотим выйти на стабильность. Ну, я хотел в фокатон поиграться, залез с System Verilog и мне сказали, извини. Да, 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 есть такая. Мы, вы, наверное, Анатолий Шарапов, да? Точно, я Анатолий Шарапов. Да, 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 все, да. Потому что вы написали, я после этого проверил, да, мы действительно, там ошибка была с тем, что мы фильтр поставили на S, на V файлы. Я в этом форуме фотографию присылал, ездил в Синопсис с тем же вопросом, говорю, у нас Siemens заблокировал нас из-за поставок этих турбин и ментор график, для нас теперь все, мы можем. Синопсис сказал, вы, говорит, оформите вот эти документы и, может, рассмотрим, начали оформлять, руководство сказало, не, говорит, мы у них не потянем, давайте что-нибудь попроще, и по цене они тоже выкатили. Отлично, ну, у нас есть ваши контактные данные, давайте тогда на этом, потому что мы заинтересованы в тестировании, в принципе, и как раз готовы что-то в свою очередь для вас сделать. Я про этот проект, я его для Синопсиса подготовил, что нам нужно буквально несколько строк тест-бенча, несколько строк проекта, все, запускаешь, получаешь, там, графики, покрытия, вот, а Синопсис даже отвалился. А вы сможете то же самое? То есть, простейший документ, что нам нужно? Да, конечно, ну, да, посмотрим, вы просто пришлите, мы тогда скажем, примерно, какое время, какое время мы реализуем, потому что сейчас у нас вот все спринты на год запланированы. Ну, в случае чего там запланировано. Спасибо большое. Как писал Маяковский, мы вас ждем, товарищ Птиц. Хочу вам не лететься. Все, спасибо. Здравствуйте, Ефимов Андрей. Скажите, как у вас реализована симуляция проектов на нескольких языках? Например, у меня синтезируемый код на VHDL, тест-бенч частично VHDL, частично System Verilog, плюс я еще хочу подключить эталонную модель, написанную на C. То есть, либо через VHDL VHPI интерфейс, либо через System Verilog DPI. Как у вас это реализовано? У нас это реализовано, как я уже сказал, мы делаем код-генерацию проектов. То есть, у нас VHDL и System Verilog, он преобразуется в все Sharp. И как раз мы получаем общий код проекта со всеми модулями, сигналами и так далее. Общую картину проекта мы сохраняем и в дальнейшем моделируем. То есть, никаких ограничений не накладывается на число языков или на их взаимодействие? Ну, главное, чтобы язык поддерживался в системе, а так вы можете использовать несколько языков в анапроекте. И второй вопрос. Вот вы говорили, что у вас пока что не поддерживаются IP-ядра производительские от Xilinx, Altera. То есть, если вот у меня в проекте есть простой элемент, просто выходной буфер, который взят из компонентов Xilinx, соответственно, он у вас как будет символироваться? То есть, просто вот ODDR буфер, банальный для генерации. Да, да, никак, пока никак. Спасибо. Такая очень живая тема какая-то получилась на самом деле. Вопросов. Мы, кстати, вот Хакатон, когда проводили, просили все-таки прислать обратную связь. Эта обратная связь очень важна для того, чтобы сделать нормальный продукт, как я понимаю. В любом виде, как она есть, обратная связь. Значит, спрашивают, есть же открытые процессоры, открытые проекты при процессорах и парсеров, такие как System.org 2017, почему бы не использовать их в наработке? Например, там, наверное, SuperLog и Slang и что-нибудь от Google. То есть, есть ли у вас такие, скажем, варианты использования каких-то готовых уже, или вы все начинаете делать с нуля сами? Нет, ну, просто при проектировании своего модуля мы как раз опирались уже на готовые open-source решения, в том числе карус-верилог, например. И, соответственно, просто дорабатывали. Да, у нас просто как произошло? У нас уже были наработки некоторые, ввиду того, что предыдущая команда, и очень это такой итерационный довольно процесс был, соответственно, наработки по VHDL были, соответственно, нужно было добавить наработки и поддержку верилога. Вот. И при изучении, просто при составлении уже непосредственно системы, расширении архитектуры системы, мы как раз уже пользовались и на основе инструментов, которые были, мы продолжали разработку. Хорошо. Следующий вопрос. В свете последних требований по импортозамещению, как ваша система взаимодействует с ПЛИС производства ВЗПП, но я так понимаю, что и Меландр? Да, у нас есть взаимодействие с ВЗППС. Сейчас, по-моему, они прислали, я могу ошибаться, я сейчас скажу номер, 5574-024-TS, ну там я вот начально, короче, 024-TS, 024. Они прислали как раз документы ВЗППС и библиотеки того, из чего именно состоят их ПЛИС, для того, чтобы мы со временем поддержали синтез под эти схемы. Вот. Соответственно, это уже такой, будет, наверное, первая схема, первый чип, который поддержан. Ну, а дальше уже, как договоримся, вот, как пойдет. Поэтому. Михаил, вопрос еще вот из зала. А вы пидстрим будете генерировать? Нет, нет, мы будем генерировать, для нее только схему, потом, ну, типа синтез. Вот. А потом, потому что у них есть свой инструмент, как они объяснили, мы пока именно в эту задачу не влазили, то есть у нас сейчас пока на уровне составления Milestone. Ну, это я могу объяснить, потому что у нас уже есть отдельный Linux сервер стоит, на котором все крутится, по веб-интерфейсу заходишь, все пены выставляешь, а из квартуса VQM файл генерится, и он туда CDC, по-моему, еще и капелится. Вот если бы вместо этого что-нибудь свое, на виндах бы сделано. Ну, да, мы просто договаривались пока на уровне синтеза, потому что нам сейчас интересно в синтез попробовать, вот, потому что это следующий вот итерационный проект. А вы, наверное, вместо Moodle SIM-а будете, потому что они... Ну, да, мы хотим сейчас Moodle SIM, да, закрыть, вот, то есть, чтобы у нас покрытие было, да. А касательно синтеза, то есть у нас сейчас вот проверка только на уровне синтеза, проверка синтезабельность, вот, и следующий момент, это просто уже подготовка объектов конечных, то есть мы как хотим, почему нам интересен, допустим, ВЗППС в том числе, потому что на основе их библиотеки создать ограниченные компоненты наши, то есть весь массив и весь граф наших объектов, которые написал программист, итерационно перевести в нетлист ограниченных объектов, вот, и, соответственно, просто чтобы наши алгоритмы как-то, и я так понимаю, то, что сам чип, он не очень большой, 24-й, чтобы мы могли как бы итерационно все это сделать. Да, 3600 ячейк. Да, вот, поэтому это очень так удобно, что нам дают такую возможность, что это будет реальный проект, что небольшой кристалл, и, соответственно, то есть, и мы как раз наши инструменты синтеза хотим со временем проверить. Если по роудмапу на покрытии, я понял, два года, то здесь сколько? А что еще раз? Сколько вот, когда мы можем поиграться? Вот у нас плата уже лежит года два, наверное, ну мы чипы ставим там, все, а как бы вашим вот? Ну, поиграться в этом году у вас точно не получится с синтезом, потому что сейчас вот наша задача сейчас реально кодогенерацию сделать для верилога. Возможно, в следующем году, в лучшем случае в следующем году. А что вот такой старый сравнительный чип 24-й? У них сейчас 104-й, по-моему. Ну, это то, что они готовы были нам дать. То есть, мы встретились, они говорят 24-й, мы только задали вопрос. Даже ворон ворону стою вот такой сбагривает. Ну, да. Ну, вот такой, какой дали. Кошмар, какая страна. Ладно. Так, ребят, ну, наверное, все. Здесь очень много вопросов, еще 12 вопросов у вас еще есть. Давайте мы просто в чате ответим уже. В Телеграме, да. Да, в Телеграме. Еще раз, на трансляции там эта ссылка на Телеграм-канал у нас есть, и в PGA System с нижней подчерки конференцией она называется. Вот. Все, давайте похлопим ребятам. Большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо.